Судьба подарит вам удачу в придачу на канарах дачи. Верить в чудеса хочется и взрослым. Поэтому врачи Ульяновской поликлиники номер 2 обрадовались как дети, когда к ним на работу пришли сказочные герои. Дед Мороз, Зимняя Волшебница, Снегурочка и Олень поздравили докторов с наступающим Новым Годом и подарили самодельные открытки. А помогали им в доставке подарков ульяновские волонтеры культуры. Эти открытки нарисованы учащимися детской школы искусств 7-й. Дети нарисовали и написали на оборотах для врачей и жителей пожелания. Юные художники, чьи имена написаны на каждой из открыток, старательно выводили главные символы Нового Года, лесных животных и других добрых персонажей. А некоторые праздничные карточки содержали целые сюжеты. К поздравлению медиков также присоединилась активная творческая молодежь. Мы уже второй раз принимаем участие в федеральной акции. Мы вместе в прошлом году на День медицинского работника подготовили очень красивые открытки с рисунками юных художников, стихами молодых писателей. И артисты наших коллективов во время концертов медицинским работникам эти открытки подарили. Светлану Степановну отдавшей медицине 48 лет больше всего порадовали музыканты, которые пришли поздравить с Новым Годом. Врач-серапевт сразу вспомнила юность, когда сама занималась творчеством. Когда больные приходят со словами благодарности, благодаря за то, что мы им помогли подняться после тяжелой болезни, вот это стоит дорогого. А Гелинар Нурлеева открытку, которую для нее делали читатели библиотеки номер 25, еще одни участники акции, поставят на самое видное место – на рабочем столе. Очень приятно на самом деле. Очень приятно, очень радостно, что нас никто не забывает. Очень большое спасибо. В этот день праздничные открытки также получили пациенты второй поликлиники. Подарки для медицинских работников – часть российской акции «Мы вместе». Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ.